в порядке ли она была я потом замолчал на секунду потому что эта музыка знакома где ее только нет она из бесплатных архивов и в дэйзи была и тут и в мази по он даже что это не смотри тихо 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 что за неприятное отвратительно выглядящий сверток тряпок лежал в углу содержимое их было ужасным и наполнило мои глаза слезами не было страшно даже притронуться чтобы посмотреть что лежит внутри но я знал что я должен я зашел и так уже слишком далеко после всех этих поисков после всего что я видел когда я взглянул в эти свертки найду ли я свою рейчел ну да ох о господи среди всей этой гнили тело тело моей жены лежало в странной позе единственная окровавленная рана была на ее груди но к счастью детали терялись в крови и грязи я могу точно сказать что она была застрелена и судя по всему из того самого пистолета которые наши с собой так вот что за ощущение было в моем желудке то есть от чего сводила мой желудок я наконец пришел домой и моя жена была мертва я подумал обо всем что увидел и мне стало интересно сможет ли что-то еще помочь мне выяснить кто это сделал и теперь когда я не могу оставаться здесь еще дольше я на трясущихся ногах пошел наверх по лестнице опустошенный своим путешествием я не мог сопротивляться сну усталости и закрыл свои глаза возможно я найду несколько книг вернее я смогу использовать несколько книг по путешествиям которые принадлежали рейчел и найду место куда отправиться не важно куда мне нужно просто место чтобы убежать так это ты сделал что ли не пойму это был мой бумажник со всем его содержимым или я бросил это все или кто-то другой может я ходил во сне или возможно кто-то украл это у меня в магазине нормана этот лес водяная башня был я в этих местах раньше нет нет не было ни малейшего шанса что я был там я проснулся в доме помнишь я не отключился в каком-то долбаном лесу что же произошло это было это старое фото того другого человека его жены и я думаю я нашел его в доме я вспомнил эти разложившиеся останки которые нашего глубоко под этим домом что он там натворил ну вообще как же я думал был ли этот мужчина ввязан весь этот бардак как-либо ну наверное да мы же в его доме очнулись и он мертвый был точно эти туннели странные инструменты в доме эти остатки его жены он не был невинным это точно ну как скажешь так хорошо что же мы делаем ты бы я не знаю как нибудь связался бы с властями да тоже мать твою за ногу жена твоя я берет обожаю эту ванну отражение в этом грязном стекле было только тенью шепотом так хорошо что это нам все дает здесь нас лэптоп по моему да это была ключ карта который нашел внизу в шкафчике того завода я так и не использовал ее кто-то должно быть искал что-то по всем этим шкафчиком и вообще разгуливал по этому комплексу интересно пока что это мне ничего не давала был ли я тем кто ходил по этому заводу ранее не знаю наверно нет что бы мне там делать я не помню ничего об этом месте у ноутбука наконец кончилось электричество ничего не прояснилось да так хорошо пойдемте ниже теперь у меня не было никого кто бы злился на меня за глупые вещи как наподобие покупки этого телевизора ты судя по всему этим доволен что у нас тут мой старый офисный сейф стоял на полу я держал в нем записи о налогах и другие важные документы он использовал цифровой код попытаться открыть его до код был девятизначный каким он был этот код так я чё вспомнить должен что нет это не он черта не помню так я прочитался дневник я взял его в лесу в нем были имена хизер оливия эшли шерил и рис дафни холли роуз рэйчел эти бедные девушки они были жертвами одного и того же человека который убил рэйчел интересно что произошло с другими именами в этом списке или с теми которые были на царапан на доске в этих грязных тоннелях что-то после того как я попал домой у меня больше ответов ой вопросы причем ответов похоже что я все увидел возможно я подумал я был готов идти обратно в подвал подожди письма все еще лежали здесь на полу насколько давно рэйчел лежит в подвале это было но после всего этого я не мог находиться в доме дольше я конечно хотел в подвал сходить судя по всему раз я попытался выйти он посчитал что я хочу выйти ну ладно уйду ли я и скажу прощай этому ночному кошмару навсегда нет я не был уверен что мне пора уходить возможно моя судьба решится по-другому там придурок твоя жена лежит что ж ты я думаю я был готов встретить взглянуть правде в лицо оружие которое нашел в туннелях этого другого мужчина что он с ним делал зачем я взял его вообще зачем я вообще взял было ли это моим деянием это я сделал с рэйчел моя голова начала шуметь от вины и от забот я хотел покончить с этим я мог это сделать я мог сделать это с помощью этой пушки подобрать ли пушку снова ты застрелиться хочешь что ли это слабый поступок нет только мысли об этом заставляли мою голову загружиться я оставил пол а я оставил оружие на полу я больше не мог пойти в эту комнату почему так может мне взять эту пушку и тогда я смогу двинуться дальше так это было как таскать собой наковальню но я не мог оставить это тут не снова как наковальню это смысле тяжело очень похоже мне нужно положить конец этой ситуации так или иначе так понятно сюда я зайти не могу никак я сел за стол и вылупился на оружие в руке в этот раз она не выглядела таким уж тяжелым если бы я хотел я могу использовать это оружие чтобы наконец закончить это единственный вопрос думал ли я сам что заслужил это я служил это была моя вина я заслужил в смерти я не знаю нет нет как бы болезненно это не было я не не винил себя в этом я должно быть закрыл дверь не было причины возвращаться домой войну туда то есть так что же мне делать не совсем понятно туда вниз я не могу пойти туда пойти это все наружу возвращаться давайте по быстренько мы пройдемся еще раз осмотримся конечно если бы я знал код восьмизначный код это же офигеешь даже мой рандом не подойдет код я подобрать не могу к сожалению это нереально одни мысли об этом сказал оставляет меня страдать от горя возможно наверху у нас есть чердак какой-то как доме нормана если она есть то где-то тут наверху в нескольких треснувших осколков которые остались от этого зеркала я мог видеть свое лицо как она побледнела насколько стала слабее так я не мог по новым взглядеть взглядеть не мог глянуть по новой ощущение было как будто я ожидал что меня не будет отражения я чувствовал себя опустошенным выжатым блин почему что братью не знаешь код от своего сейфа рейчел любил эту часть дома какая же девушка не любит ванну так ну что же я честно говоря не знаю у меня остается два варианта либо застрелиться либо выйти наружу выйти наружу кажется мне самым разумным решением давайте попробуем еще раз войти сюда но если он не хочет если ему боязнь то я думаю попрощаемся нужно положить этой ситуации конец так или иначе у меня есть подозрение что это наш главный герой все натворил когда узнал что рейчел ему изменяет но документальных подтверждений этого нет так на что ухожу я скажу прощай этого ночного кошмара давай да с тех пор как я прибыл в город вещи были тяжелым то есть живусь мне тяжело работать на заводе мне нравилось она держала меня в тонусе давала мне хоть какое-то занятие и помогала мне убежать от своего прошлого когда завод закрылся все изменилось я думаю это именно был тот момент когда я начал ходить во снах пропадать на часы алкоголизм судя по всему был только попыткой справиться с этим похоже говорит что я пытался победить свой разум в его же игре вещи перестали иметь смысл через некоторое время после этого и мои воспоминания того что произошли до сих пор плывут но я точно знаю что рейчел пыталась я знаю что она пыталась быть рядом для меня даже когда все развалилась на части этой ночью этой ночью раскрылась ужасная правда но я знал что это был финальный акт долгого долго играющего ужаса в котором я жил проснувшись в этом доме ночью это было финальной жестокостью мне бы хотелось чтобы я остался в той комнате навеки вечные для меня было очевидно что мужчина который нашел в доме что-то с этим совсем имел то есть как-то был связан убил ли он рейчел выглядело так начинал так выглядеть что слишком много вещей указывали на то что это было не так понять у меня не было кто бродил вокруг этого старого завода но я был уверен что это был не я даже учитывая мой лунатизм и все другое что происходило и в этом я был уверен мне нужно было задержать свое дыхание и собрать все в единое целое собственно до фабрики все было только хуже но совсем все плохо стало когда я отправился в дом норман то есть в магазин нормана вот тогда то моя перспектива то есть мое видение всего происходящего и начал наконец меняться норман был мертв но мне не было ни малейшего представления о том что же с ним произошло найдя вещи рейчел в его магазине это был просто настоящий шок ответов я не получил но это не остановил мою голову от того чтобы задавать новые новые вопросы насколько бы больно это все не было о господи я не могу справиться с я не хочу об этом снова думать после всего что я сделал и видел наконец прийти домой это должно было положить конец всему этому кошмару господи помоги мне но это было же только начало когда я распахнул дверь и вышел на наружу на воздух я вздохнул запах влажной травы и тумана рейчел моя прекрасная жена почувствовать ее еще холодная шокировал меня от головы до пяток ой блин так много текста не очень простой и при этом я еще такой уставший могу что-то и наврать то есть при переводе что же мне теперь делать кому я могу обратиться это только вопрос времени прежде чем вмешается полиция прежде чем соседи узнают трава пригибалась под моими ногами но я не должен был оставаться здесь более того я должен был бежать ну вот такая вот в общем у нас история это было по моему очень интересно очень интересный самобытный проект давайте сложим вообще воедино все если так просто подумать есть у меня ощущение что это все натворил наш герой учитывая тем более его лунатизм то есть то что он на часы пропадал во первых он узнал что его жена изменяет ему с норманом он узнал что собственно ее вещи у него в доме норман когда мы увидели нормана у него глаза были широко распахнуты от удивления то есть он судя по всему знал убийцу но мы знаем что нашего героя норман знал очень хорошо кто-то бродил по этим по этой фабрике учитывая наш лунатизм это по моему было очевидно кто бродил не знаю очень много таких вопросов осталось но я могу сказать что на мой взгляд это было достаточно интересно и достаточно необычно для проекта такого уровня так и вовсе прекрасно и заметьте за всю игру не было ни одного какого-либо скримера или монстра но при этом не знаю как вам но практически всю игру до конца мне было тревожно очень а это по моему очень хорошее качество для любого хоррора тем более для инди мне очень понравилось надеюсь и вам небольшая такая очень позитивная история в очередной раз скажу спасибо камраду под ником по маст который подарил мне эту игру стиме ну и собственно этом все увидимся в других маленьких игрушках не факт что завтра но в ближайшее время с вами был артур всего хорошего пока пока пока